Девять древоопрацовщих предприемства у Беларуси вошли у один и холдинг под керовницством Беларусского банка развития. Саратых и Бабруйский фондок. Зараз предприемство переживает не лепший час, але тут лишь что критичное межа переодолено. Худка на фондоке запрацует новый фанерный завод, аналогу, якому у Беларуси покуль не ма. На новом фанерном заводе идут опошенные монтажные работы. Зараз он працует в тестовом режиме. А в творчеом агутности 5000 кубичных метров фанеры в месяц. Это удвае больше, чем на старом заводе. Коншаткова запустить новый фанерный план у Тюмая. Новое оборудование Хашимоты – это ребрацлеющие станки, которые позволяют нам шить весь кусковой шпон, соответственно, улучшить качество фанеры несколько раз. Мы можем выйти спокойно на любые рынки, не только внутренние, но и экспортные. На новом заводе сучасное всталевание японских, бразильских и российских вытворцев. Работники фондока зараз освоивают новую технику. Вначале мы работали в старом цеху, там были паровые сучилки. В этом уже в цеху совсем другое. И вентиляция есть, и дышится хорошо, и хорошо работает у нас. На новый завод на фондоку робить великую всталку. Бу 75% огульной выручки предприемства минавито от продажи фанеры. Не побоюсь того слова, на сегодняшний день это будет самый современный и самый малоэнергоемкий и наиболее эффективный проект из всех шести заводов, которые выпускают сегодня фанеру. В режиме теста на фондоку запрацывало имени ТЭЦ. Ее надо позволить на тратину закрыть потребы предприемства у электроэнергии. Гэта в свою чергу знизить саби кошт продукции и повысить ее конкурентная сдольность. Что до выходжения у холдинг, фондок захавая финансовую и господаршую самостойность. Мы остаемся предприятием со своими счетами, со своими отчетами, со своим балансом. Холдинг же подразумевает объединение девяти предприятий и более тесной кооперации между нашими предприятиями внутри холдинга. А ресурсы банка развития поширить финансовые махчимости у дельников холдинга. Ирина Бородиловская, Юра Власов, Новины, Регион.